Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Раббе, Белен Мареро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуя. В телесериале «Самое красивое». Продюсер Аркимедес Риверо. Режиссер Маркос Реес Андраде. Сто восьмидесятая серия. Ой, подруга, успокойся, лучше сядь, посиди. Не волнуйся, с Артур уже ничего плохого случиться не может. Ему сейчас хорошо, он отдыхает, в царстве Господа Бога. Нет, 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 он совсем не там, ничего подобного. Он должен обязательно узнать, что я его предала. Его надо предупредить. Конечно, конечно, прочитай еще раз. Отче наш и три раза Ава Мария, и он успокоится. Подожди, не относись ко мне как сумасшедший, я совершенно нормальная. Я могла бы тебе рассказать, и ты бы поняла, что я не чокнутая. Но я не могу, понимаешь? Я не могу. Даже если ты будешь держать рот на замке. Я пошла. Подожди, подожди. Никуда не пойдешь, особенно в таком состоянии, как сейчас. Мне надо идти, чтобы спасти Артуру, понимаешь? Мне надо что-то сделать. Я должна его увидеть. Я ничего не понимаю. Я знаю. Ясно. Ты должна вот что сделать, найти... Нет, я сама найду Рикардо, и он отвезет меня к Артуру. Сейчас, минуточку. Бедная Габи, тронулась. Надо же. Что она говорит? Хочет спасти Артуру. Рикардо. Бедненькая. Послушай, подруга. Нет, 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 нет. Все, 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 все. Ничего, не все. Тебе еще не надоело здесь? Я сказал, ты больше ничего не узнаешь. Нет, Рикардо, мне не надоело. И я не дам тебе уйти от разговора. Я хочу знать правду, без всяких интриг. Сара, ты хорошо знаешь, за кем я охочусь. А теперь скажи. Скажи, что тебя волнует? Чего ты боишься? В чем дело? Я не выношу, когда ты говоришь загадками. Я ничего не понимаю. Это лучше. Чем меньше ты знаешь, тем выгоднее выглядишь в моих глазах. А если ты вообще не знаешь ничего, я тебе многое могу простить. Дай Бог, чтобы так оно и было. Чтоб ты не была замешана во всем этом ужасе. Это лучше для тебя и для меня. Все готово, чтобы принять Кинг-Конга. Сегодня утром я дал соответствующие инструкции Торресу и Егору, чтобы они начали выполнять свои задачи. Подробные инструкции. Как всегда, по всем пунктам. Объясняю шаг за шагом намеченный тобой план. Среди за тем, чтобы не было ни пропусков, ни возможностей для предательства и обмана. Конечно, Ауреллио. А в чем дело? Что случилось? Да. Иногда случаются вещи, которые на самом деле не могут произойти. Но в этой операции должно произойти только то, чего мы сами хотим. Так и будет, Ауреллио. Мы с тобой сами за этим проследим. Он что-то замышляет. И это касается меня. Но что он так старательно скрывает от меня? Да, он догадался. Он знает, что я заинтригована. Видит, что я волнуюсь. И нарочно ничего мне не говорит. Но я должна сделать что-то раньше, чем он все поймет. Должен же быть какой-то след, который бы помог мне разобраться. А что за ужасные вещи он говорил? Окровавленные руки. Кровь. Смерть. Боже мой. Нет, только не это. Не может быть, чтобы он узнал о случае с Рикордитто. Нет, нет, об этом он никогда не узнает. А Рикордитто никогда. Нет. Не может быть. Боже мой. Я ничего не понимаю. Он так расстроился. А потом... А потом сделался таким грустным. Нет, нет. Аурелю, я не должна была тебе рассказывать. Что же мне делать? Как мне быть? Алло. Риккардо. Риккардо? Да. Габриэла, это ты? Риккардо. Понимаешь, я попала в просак. Что это значит? О чем ты? Я не могу говорить по телефону. Мне надо с тобой увидеться, понимаешь? Пожалуйста. Это очень срочно. Скорее. Да в чем дело? Что-то важно? Да нет. Я, в общем, не знаю. Может быть, это глупость какая-нибудь. Но я должна с тобой поговорить. Речь идет об Аурелио. Аурелио. Миночка, что ты говоришь? Что с Аурелио? Ты понимаешь, он стал таким странным. А потом у меня такое плохое предчувствие. Хорошо, Габриэла. Пожалуйста, ничего не говори больше. Нам необходимо встретиться. Может быть, конечно, не все так серьезно, но... Понимаешь, я с ним говорила, а потом... Габриэла, пожалуйста, хватит. Я тебе... Я тебе серьезно говорю. Помолчи пока. Давай лучше встретимся в кафе. Ты, конечно, знаешь в каком. Да, знаю, знаю. Хорошо. А вдруг я совершила ошибку? Вдруг я не должна была этого делать? Аурелио? Что бы это значило? Ну вот. Немного прогулялась, подумала о том, о чем. Ну что, как у вас? Благослови, мама. Благослови тебя, Бог. Здравствуйте, сеньора Кунцлэлла. Как дела? Нормально. Благослови тебя, Господь. Вы хорошо. За ним смотрели? Да. Мы его нянчили. Я ему три раза пеленки меняла. Ну, расскажи, что удалось выяснить. Не сейчас. Потом. Йоли, Диего. Почему бы вам не пойти в комнату, девочек? Мама, вы только и делаете, что ведете взрослые разговоры. Ведете, Йоли. Ну-ка. Идите. Все трое, быстро. Хорошо, хорошо, сеньора Кунцлэлла. Но в следующий раз не просите нас за ребеночком последить. Смотрю, ты какой клоп, а такой гордый. Ну вот, этот Ленарес, в общем, он ничего определенного не сказал. Он только заверил, что... Быстро, быстро идите. Я думаю, что со здоровьем у Левши будет все в порядке. Лечение продолжается, но... Ванесса должна быть рядом с ним. И еще Рикардо попросил... Ну, чтобы я верила ему. И что я верила ему. Я тоже сказала, ага. Но в конце концов, я... Поверила Рикардо. Он все-таки убедил меня, что спас моего сына. Он сказал, что была большая опасность. Ты знаешь, я даже немного успокоилась. В общем, Марисоль, я верю Ленаресу. Конечно, только в том, что касается... Нашего Левши, конечно. Только в отношении Левши. Не больше. В твоей семье столько проблем. Всегда секретничают в гостиной, по комнатам. А нас всегда выгоняют. Всегда одно и то же. Неправда, Диего. Семья как семья. Неправда? А ты подумай. У Габи ребенок, а она не замужем. Эстер в день свадьбы оставляет жениха и избегает. Барисоль уходит и приходит, когда хочет. И никто не знает, где она. Рубен, когда говорит его, никто понять не может. А твой папа вообще в тюрьме. Нет, Диего. Даже моя семья такая, как ты говоришь. А у тебя и такое нет. У меня есть семья, а у тебя нет. Понятно? Вредина. Нет у меня семьи. Есть у меня семья. Мой отец полицейский. Разве нет? Мы с ним семья. Да, Бэйби. Есть вещи, которые рациональные умы, такие как твой и мой, рассматривают как реальные. Но есть и такие, которые кажутся реальными, но с течением времени выясняется, что они мнимые. Пожалуйста, Аурелий, не можешь ли ты мне все пояснее объяснить? Иногда учитель должен общаться с учеником, используя метафоры, как оракул. На входе и знаменитому оракулу была начертана фраза «Познай самого себя». Я тебе повторяю. Я не думаю, что они есть. Ты ошибаешься, Бэйби. С одним ты даже знаком. Более того, ты убил его. У меня головоколдом идет. О каком привидении ты говоришь? Об Артура Гонсалесе. Он жив. Ты не убил его, Бэйби. Он жив. Жив. Где комиссар Лопес? Мне надо с ним поговорить. Линда, ты не в отпуске? Я приказываю тебе отвечать без вопросов. Где Лопес? Скажи ему, что я здесь. Хорошо, хорошо. Лопес на особом задании. Сказал только, что вопрос деликатный. Понятно. Я видела, как он выходил. Хорошо. Я не могу. Ты увидишь, вы прекрасно поладите. Линию такой хорошей. Вот посмотришь, сестренка. Я так рада, что ты счастлива, уверена, что мы с ним ссориться не будем. Это он. Какой пунктуальный. Открой, Эляна, а я приведу себя в порядок. Конечно, конечно. Привет. Как дела? А где по 3,7, никак все неловко с цветами, по правде говоря. Цветы прекрасные. А на сейчас. И что? Рауль? Что ты здесь делаешь? Еще чашку, пожалуйста. Спасибо. Почему ее нет? Не понимаю, что не могло произойти с Урелю. Она была очень озабочена. Я так не могла, я на все способен. Я пришла. Я тут. Как дела? Извини, что заставила ждать. Что случилось, Габриэл? Что с Урелю? Что произошло у вас с ним? Ну, хватит, хватит. Успокойся. Пойди, открой дверь. Эстер. Пойдем с умной. Пойдем, мой хороший. Пойдем. Дверь откроем. Сейчас. Тихонечко. Пойдем. Молодец. Кто это? Получилось, любимая. Демо. Мы его поймали. Нам удалось засадить эту собаку в тюрьму. Этот челкнутый, как ты его называешь, во всем сознался. О чем это вы говорите? Он сознался. Да? Что ты имеешь в виду? Он признался. А как вы этого добились? Расскажи, что? Как? Что он сказал? Мы использовали неофициальные методы. Ну, не так уж трудно. Он все рассказал. Сам себя смышал с грязью. Я тебе обещал. Я выполнил свое обещание. Выполнил. Этот тип долго будет в камере сидеть. Солнце не увидит. И сколько ему дали? Сколько? Пока еще неизвестно. Приговора еще не было. Надо обождать. Но самое главное, что признание с его стороны мы и получили. Это гарантирует, что ему как следует влепит. Много лет. Он во всем, буквально во всем сознался. Мир отдохнет от этого сорняка. Мы с ума спятили, если занимаемся этим. Укапываем гроб. Лично с полицейским. Лично на солнцепеке. Замолчи, Егор. Ты что, мертвецов боишься? Хватит болтать. Лучше помогите крышку открыть. Ну, помоги мне. Давай. Вот. Давай. Открыто, а теперь я пошел. Мой помощник. Чей надежный? Совершенно ненадежный. Егор, ты открывай. Открывай, я тебе говорю. Но дело в том. Открывай, Егор, открывай. Хорошо. Хорошо, сейчас. 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 Будь ты проклят. Будь ты проклят, Артур Гонсалес. Проклятый. Будь ты проклят во весь веков. Я тебя найду, где б ты ни был. На небе или под землей. Я убью тебя. Клянусь. Ну, что ж. Значит, неофициальные методы. Хорошо, пусть так оно и будет. Но эти трюки сейчас и закончатся. Артур. Это ты? Но ведь ты. Этого не может быть. Ты жив? Это невозможно. Боже мой, нет. Что ты знаешь, Рикардо? Почему ты так разговаривал со мной? Нет. Нет. А Рикардито? Ты знать не можешь. Не может быть. Нет! Не может быть! Нет! Не кричи, дура. Ты с ума сошел? Зачем ты опять здесь? Пусти меня! Это не свет. Это не светский визит. Если я пришел, значит, у меня есть срочное дело. Я не подведу ни тебя, ни себя. Что ты выяснила? Ничего. Ну, Рикардо ведет себя так, как будто у него туз в рукаве. Он так уверен в себе. Так спокоен. Я не знаю, почему. Да, действительно. Этот болван, мой племянчик, спрятал туза в рукаве. И никто бы никогда не догадался, что это за туз. Знаешь, что это такое? Мертвец воскрес. Вернулся из долины теней. Я не понимаю, что ты говоришь. Говори яснее. Дело в Артуру Гонсалесе. Ну и что с ним? Он жив. Думаю, что это глупость. Ты не обращай внимания. Габриэла, оставь эти вступления. Что произошло между тобой и Урелио? Ты против него, поэтому... Я не знаю, говорит тебе или нет. Ты ревнуешь. И я думаю, что не стоит тебе ничего рассказывать. Ты знаешь, лучше я пойду. Я не буду ничего говорить. Нет, Габриэла, ты отсюда никуда не уйдешь, пока я не узнаю, в чем дело. А что ты сделаешь? Задержишь меня силой? Теперь я вижу, что пришла сюда зря. Ты все равно ничего не поймешь. Просто Урелио как-то очень странно себя повел. Я очень испугалась. Но думаю, что ты все неправильно истолкуешь. Ты же его ненавидишь. А я не хочу еще больше разжигать ненависть. Нет, Габриэла, ты отсюда никуда не уйдешь. Ты мне все должна объяснить. Настал, видимо, момент для тебя узнать правду. Мой дядя, презираемое мною существо, твой покровитель, это безжалостный убийца, руководитель наркосиндиката. Я говорю это совершенно серьезно. Со всей ответственностью. Да как ты можешь так говорить? Не рассказывай мне, басенки. Я тебе не верю. Я никогда тебе не поверю. Ты все это сочинил из ревности. Я удивляюсь, глядя на тебя. Как ты можешь придумывать такое? Как это тебе в голову пришло? Габриэла, я понимаю. Я делаю ошибку, рассказываю все это тебе. Но это правда. У Аурелио руки в крови. Я раньше не мог сказать тебе этого, из-за твоей собственной безопасности. Молчи. Это не правда. Это не может быть правдой. Нет. Правду знаю не только я. Ее знает и Артура. Мы просто не могли тебе раньше сказать, потому что именно Аурелио послал убийц к Артуру. Пожалуйста, Габриэла. Расскажи, что произошло у тебя с Аурелио. У нас есть доказательства. Он приказал стрелять в Артуру. Сто раз тебя повторять. Он жив, Сара. Жив. Артур жив? Нет, это сумасшествие. Да, это походит на сумасшествие. Кроме того, он выследил меня. Это и есть тайна Рикардо. Жив? Артуру жив? Жив. Жив. Ты понимаешь, что это значит? Что? Что ты проиграл? Ты проиграл, Аурелио. Я? У меня есть еще ход в запасе. Я еще могу выиграть партию. А Рикардо? Он все знает. Не сомневаюсь. Рикардо уже вступил в контакт с этим ничтожным полицейским. И в данный момент я ухожу со сцены, Сара. Сара. Уже сбегаешь. А я? Как же я? Я тебе все объясню, Сара. Сейчас ты зависишь от меня, как никогда. А у меня длинные руки. Ты будешь моим единственным контактом с внешним миром. Если ты предашь меня, выйдешь, ты пойдешь вместе со мной. У нас с тобой будет одинаковый финал, милочка. Хороший или плохой, но одинаковый. Одинаковый. Ничего не понимаю. Вы скрывали от меня правду все это время. Но это же издевательство. Ты жив. И вы все это разыграли. А я-то думала, что ты. Ну ладно, ладно. Теперь объясни мне, что происходит. Я хочу знать. Здесь нечто очень серьезное и деликатное. Я тебе не могу объяснить. Вы должны были собрать улики, Миранда. А мне, значит, вы не верили. Не думали, что я смогу понять. Конечно, я у вас самая бестолковая. Конечно, я могла помешать вашей работе. Но ты же знаешь, что я такая же сотрудница полиции. Не хуже тебя, понятно? Поэтому вы меня так обидели. Я еще не перестала рыдать по тебе. Я думала, что навсегда потеряла тебя. А ты в это время прятался от меня. Прятался. Кто это спланировал? Кто это придумал? Это план Дэмо и Лопеса. Моего мнения не спрашивали. Я ничего не мог сделать, Миранда. Я подчинялся приказам. Так что успокойся, пожалуйста. Но мы не думали, что ты... Что ты... Что я пойму столь сложный план? Ты это уже говорил. Больше я ничего не хочу слышать. Но вам не удастся продолжать играть со мной. Кошки-мышки. Хватит. Я тебе это гарантирую. Я тебе клянусь. Все изменится. Все изменится. Понятно? Подожди, Миранда. Подожди. Да я тебе все объясню. Все же надо было ей сказать, что это ее отвратительный любовник стрелял в меня. Надо было ей сказать. Будь ты проклят, Артура Гонсалес. Проклят навсегда. Я убью тебя. Я не промахнусь. Здорово разыграли нас, полицейские, да? Да, но... Это был только первый акт спектакля. А второй акт мы поставим сами. И занавес тоже мы опустим. Мы все это так и оставим. Пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. Хотя, если подумать, Егор, заровься снова. А ты один? Да, ты один. Это будет хорошее упражнение для того, чтобы ты победил все свои страхи. Запомни, мне не нужны трусы в операции Кинг-Конг. Егор, не забудь, что мертвецы, так и заровы, превращаются в камни. Чтобы спасти жизнь левши, я вывез его из страны. Аурелио убил бы его. Но они с Ванессой далеко отсюда. Нет, Рикардо. Это не может быть правдой. Скажи, что ты все это придумал. Скажи мне это. Пожалуйста. Габриэл, ты должна понять. Аурелио приказал, а стрелял Бэйби. Его правая рука. Нет. Я ничего не понимаю. Почему? Почему Аурелио так поступил? Зачем ему надо было убивать Артуру? Из-за тебя, Габриэл. Он хотел убрать его от тебя. Кроме того, Артуру следил за Бэйби. И они решили убить его. Я не верю. Не могу поверить. Но если ты не веришь, я покажу тебе письмо, которое оставил твой брат. В нем он обвиняет их и детально описывает все убийства, которые они совершили. В том числе и покушение на Артуру. Габриэл. Нет. Господи, как я могла? Я подвела всех. Я все рассказала, понимаешь? Я все рассказала. Кому? Кому ты рассказала? Кому? Аурелио. Я ему сказала, что Артур жив. Да. Я сказала ему это. Ужасно. Но почему ты сделала это, Габриэл? Зачем? Зачем? Я думала, что он поможет нам. Я сказала... Я не хотела навредить. Ну ладно, хорошо. Хорошо, успокойся. Мы постараемся решить эту проблему. Успокойся. Правда? Ты поможешь? Но как? Ведь теперь он знает, что Артур жив. Теперь из-за меня жизнь Артура находится в опасности. Правда? Конечно, я понимаю. А сейчас Аурелио опять попытается его убить. И по моей вине. Потому что я болтлива. Я бесполковая. Успокойся, на нас смотрят. Успокойся. А все равно. Успокойся. Пойми, мы все в опасности. Даже ты, я, наш сын. Нет. Нет, он не способен на это. Ты представить не можешь, какой он безжалостный убийца. Поэтому, пожалуйста, гады, поезжай домой, оберегай нашего сына. Пожалуйста. Аурелио знает, что мы вот-вот его разоблачим. Он способен на все, чтобы спастись. Так что береги себя и нашего сына. До встречи. Ты запомнил мой адрес? А, хорошая девочка. Такая ты мне нравишься. Только ты и самые преданные мне будут его знать. А если узнает кто-то еще, это будет означать, что ты открыла свой соблазнительный ротик. Если у тебя это даром не пройдет. Ясно? Остань свой враждебный тон. Я знаю, что ты на все способен. Я не дура. А я никогда не думал, что ты глупая. И вот это и подтвердила. Прощай, моя прекрасная сообщница. Соберу кое-что для души и удаляюсь. До свидания. Куда, Орелё? Куда ты направляешься и зачем? Зачем? Ему повезло, что в этой стране нет смертной казни. Если бы зависело от меня, я бы все сделал, чтобы эта крыса исчезла с лица земли и навсегда. Я правда тебе говорю, Эстер. Не надо так говорить, дорогой. Это нехорошо. Я думаю, что для Рамиру тюрьма не будет большим наказанием. Он и так уже наказан. Мы все отвернулись от него. Как говорится, нет даже собаки, чтобы его облаяло. Он исчез из нашей жизни. Мам, опять ты жалеешь этого подонка? Пусть посидит в тюрьме. Узнает на собственной шкуре, что значит сломать чужую жизнь. Так ему и надо. Нечего его жалеть. Дочка, дочка, ничего не изменится. Оттого, будет Рамиру сидеть в тюрьме или нет. Боли и страдания не уйдут. Следы останутся. Мирану, что ты здесь делаешь? Я думал, ты далеко наслаждаешься отпуском. Почему ты здесь? Никакого отпуска, Лопес. Вы отвергли мое участие в ваших секретных операциях. И с этого момента я ухожу в отставку. Я увольняюсь из этого комиссариата. И вообще из полиции. Понял? Вот жетон. Делай с ним, что хочешь. Минуточку, Миранда. Что это значит? Если ты не понимаешь, спроси сотрудника Гонсалеса. Того, кто воскрес из мертвых. Он тебе все объяснит. Понял? А я ухожу. Прощай. Абель, где ты был? Ты что, даже не поздороваешься со мной? Нет времени на мелочи. Оденься для улицы, мы уходим. Куда? Я сказал, пойдем. Что ты делаешь? Куда мы идем? Зачем? Ничего. Абель, объясни, что это значит? Что ты делаешь? Ничего. Все в порядке. Ничего не происходит. Как ничего не происходит? Ничего. Я тебя таким никогда не видела. Теперь вы тут ничего не отыщете. Одевайся, наконец. Одевайся. Мы уходим. Торопись. Уже пора уходить. Нет времени. Хватит вопросов. Пошли. Боже мой. Спасибо. Что я натворила? Как я могла так влипнуть? Ну почему? Почему я не поняла? Не заметила этого раньше. Как меня подвела моя интуиция? Ведь я бы могла почувствовать. А мой Артуру. Я опять его подвела. А Аурелию? Наркоделец. Убийца. Нет, я не могу. Не могу в это поверить. Не могу. Ребенок заснул. Тихонечко. Нам надо идти. Куда идти? Почему ты носишься, как сумасшедшая? Объясни, что происходит. Так, сейчас мы должны идти. Быстренько. Нет, я никуда не пойду. Я хочу выпить кофе. Некогда. Нам надо идти. Куда? Я тебе потом все расскажу. Нет, я никуда не пойду. Я сяду и буду ждать, когда ты мне все расскажешь. Иначе не уйду. Рассказывай. Я не могу. С Линдой говорил? Как она? Да, она все знает. А что она сказала? Уволилась. Время действовать. Карты открыты. Она все расскажет Бэйби. Нет, маловероятно. Она так никогда не поступит. Ты так ей веришь, Артуру. Рифтной бы головой, веря в нее. Согласился бы пойти на Рижск. Конечно. Несомненно. Мы не должны спешить. Нам надо обязательно перехватить эту гигантскую партию, которая вот-вот поступит. Ладно? Артур, мне надо поговорить с тобой. Очень важно. Говори. Говори. Вам придется поторопиться с арестом Аурелио. Не можем. Груз еще не прибыл. Придется, Артура. Он знает, что ты не убит. Что? Знает? Да. Почему? Что нас предал. Это не предательство. Это Габриэла. Это она ему сказала. Но а лас дро гас. Си а лавида.